Привет! Что читаете? Сегодня дежурную по чтению я, Лукашкина Наталья. В этом эфире я познакомлю вас с книгой «Силуэты прошлого. Мои воспоминания о жизни в Симбирске-Ульяновске». Составителем книги является наш современник, библиограф и краевед Владислав Викторович Ястребов. Владислав Викторович родился в городе Чемкент, Казахской ССР. После окончания школы он переезжает в Ульяновск. Владислав Ястребов окончил факультет культуры и искусства Ульяновского государственного университета. Еще в студенческие годы вышли в свет его первые издания. Популярная музыка за рубежом, Битлз, иллюстрированный справочник. В 1991 году в газете «Симбирский курьер» Владислав Викторович встречает ряд публикаций своего однофамильца Алексея Васильевича Ястребова. Спустя некоторое время он находит еще несколько публикаций Алексея Васильевича, и они ему показались настолько интересными, что он принимает решение дополнить их фотографиями, собрать воедино и издать. Именно так появляется книга «Силуэты прошлого. Мои воспоминания о жизни в Симбирске-Ульяновске». Мои воспоминания о детских и юношеских годах жизни в Симбирске. Часть первая. Мои предки, я разумею это слово в первоначальном, а не в теперочном жаргонном смысле, в общественной жизни города Симбирска видной роли не играли. А поэтому и мои воспоминания не являются мемуарами в полном смысле этого слова и не имеют исторической ценности. Однако они все же могут дать кое-какие сведения тем лицам, которые интересуются жизнью города Симбирска в конце прошлого и начале текущего столетия. Диапазон моего повествования не очень велик. Но и в таком объеме мои воспоминания до некоторой степени дают возможность представить себе культурный уровень, запросы, быты, нравы, царившие в те далекие годы среди некоторой части русской духовной интеллигенции нашего города. Конечно, многое из прошлого в настоящее время уже забылось, поэтому и мои воспоминания никак не могут претендовать на историческую полноту. Отец мой, Василий Алексеевич Ястребов, был сыном протерея соборной церкви города Ставрополя Самарской губернии, ныне находившейся на дне Куйбышевского водохранилища. Мой дед умер в 1885 году. После рождения я прожил в городе Ставрополь всего лишь несколько недель, а затем вся наша семья переехала в город Симбирск по месту службы моего отца. Мои детские и юношеские годы таким образом протекали в городе Симбирске. Мой отец получил образование сначала в Самарской духовной семинарии, а по окончании ее в Казанской духовной академии, который окончился степенью кандидата богословия. К сожалению, формулярный список моего отца не сохранился, а поэтому все даты я установить не имею возможности. Неизвестно, что в давние времена степень кандидата наук присваивалась при окончании курса вуза отличникам учебы, представившим научную работу, которая тогда не защищалась публично с объявлением в газетах, как это делается теперь, а обсуждалась так, как теперь обсуждаются дипломные работы выпускников вузов. Степень кандидата наук в те годы не давала права занимать преподавательские должности в вузах. Для этого надо было иметь степень магистра или доктора наук. Для получения степени магистра надо было сдавать специальные магистрские экзамены, и мой отец успешно сдал их сразу же после окончания академии, а затем начал работать над магистрской диссертацией. Теперь я отлично помню, что темой своей магистрской диссертации мой отец взял вопрос о зарождении русского театра из пещерных действий, которые представляли собой ничто иное, как инсценировки некоторых эпизодов из Библии или Евангелия. Такие инсценировки во время царствования Алексея Михайловича сначала исполнялись в церквах, а затем были перенесены на площади. Тематика церковная мало-помалу была вытеснена светской тематикой, а драматические произведения стали исполняться в театрах. Главное место в диссертации должен был занять детальный анализ драматических произведений Симеона Полоцкого и его современников. К величайшему сожалению, эта весьма интересная диссертация не была доведена до конца моим отцом. Надо иметь в виду, что в то время у моего отца была весьма сильная протекция, однако он ей не воспользовался. Мой отец начал работать над магистрской диссертацией под руководством профессора протеерея Ватковского. Но вскоре после окончания моим отцом курса академии он потерял жену, принял монашество, стал епископом и уехал из Казани в Петербург. Впоследствии он был митрополитом Петербургским и занимал пост первоприсутствующего члена Святейшего Синода. Он не раз предлагал моему отцу занять должность профессора академии, однако для этого надо было защитить магистрскую диссертацию, а ее мой отец так и не написал. Причин этому было много. Прежде всего, главную роль играло отсутствие материальной заинтересованности. До революции преподаватели средней школы были хорошо обеспечены, и мы жили в достатке. Разница в жаловании между преподавательским и профессорским сословием в те годы была не столь велика, как теперь. Какая разница была при жизни моему отцу, я не помню точно. Могу только дать справку о том, что было в мое время, когда я работал преподавателем мужской гимназии в Екатеринбурге. Тогда преподаватель, проработавший свыше 20 лет, получал 300 рублей в месяц. Почти столько же получал экстраординарный профессор. Так какой же был смысл стремиться к получению ученой степени? Разве тщеславия? Но у моего отца его и в помине не было. Разумеется, в известной мере сыграла роль и обывательщина в том, что мой отец не закончил работу на диссертации, и то исконное зло, которое в прошлом погубило немало талантливых людей и до ныне является источником очень многих неприятностей, несчастьей и даже преступлений. Я имею в виду возлияние Бахусу, нередко встречающейся в среде интеллигенции в то время. Вот такие отзывы оставляют наши читатели. Книга написана простым и интересным языком и будет полезна не только тем, кто живет в Ульяновске и хочет больше узнать об истории жизни в дореволюционном Симбирске, но и самому широкому кругу читателей. Рекомендую к прочтению. Еще один отзыв. В книге представлены интересные воспоминания о жизни в Симбирске и Советском Ульяновске. Повествование дополняет исчерпывающие комментарии автора-составителя, а большое количество иллюстраций и фотографий делают чтение еще увлекательнее. И еще один отзыв. Книга очень понравилась. Читая ее, совершаешь своего рода путешествие по страницам ярких воспоминаний родного города. Однако книга будет интересна не только жителям Ульяновска, но и всем интересующимся читателям. Большое количество комментариев и сносок разъясняют все устаревшие слова и выражения, а в конце книги приведен объемный глоссарий. По окончании академии мой отец, как государственный стипендиат, должен был так же, как и теперь, отбыть обязательный срок службы по назначению высшего начальства. Принять духовный сан он не пожелал, и поэтому его назначили преподавателем русского языка и словесности в город Тобольск, в епархиальное женское училище. В Тобольске он по совместительству преподавал в духовной семинарии. Сколько именно лет отец проработал в Тобольске, мне установить не удалось. Я знаю только, что кроме Тобольска мой отец работал в Ярославле. В Симбирском епархиальном женском училище мой отец работал с 1886 по 1901 год. В те годы пенсионные ставки в Министерстве народного просвещения были выше, чем в духовном ведомстве, поэтому мой отец и перешел на работу в Сызранское реальное училище. В 1904 году мой отец вышел в отставку в чине статского советника и до самой смерти жил в городе Симбирске, где и умер 11 января 1911 года. Наша семья поселилась в Симбирске всего за несколько месяцев до смерти Ильи Николаевича Ульянова, поэтому вполне естественно, что она не могла быть знакома с семьей Ульяновых. Зато она хорошо была знакома с семьей преемника Ульянова на посту директора народных училищ Симбирской губернии Ивана Владимировича Ишерского, который бывал в нашем доме не очень часто, так что я его наружность теперь плохо себе представляю. Тесные отношения мой отец поддерживал с преподавателем мужской гимназии Коробовым и Виноградовым. До революции обучение в средних учебных заведениях было платным, причем плата за обучение была довольно высока. Вот поэтому отец и отдал меня не в гимназию, где надо было платить, а в Симбирскую духовную семинарию, где я, как сын преподавателя духовного ведомства, обучался бесплатно. Я нисколько не проиграла того, что учился в семинарии. Правда, по математике и физике в семинарии курс был меньше, чем в гимназии, но зато по гуманитарным предметам, наиболее интересовавшим меня, я получил знания ничуть не хуже тех, которые давались в гимназии в то время. По окончании семинария я успешно выдерживал конкурсные экзамены и был зачислен студентом Императорского Санкт-Петербургского историко-филологического института на факультет русского языка и литературы, где, как отличник учебы, получал государственную стипендию в течение всех четырех лет обучения. Работе моей над первоисточниками литературных произведений помогли знания, полученные в семинарии. Из Симбирской духовной семинарии, кроме меня, немало по окончанию курса вышло лиц, которые пошли по линии не духовной, а светской. Некоторые из них сделали значительный вклад в развитие отечественной филологии. Сергеевский работал в Горано и преподавал русский язык в школе рабочей молодежи номер один, а его брат преподавал латинский язык в фармучилище. Миртов, окончивший курс семинарии в мое время, поступил в Санкт-Петербургский университет на историко-филологический факультет. Интересно отметить, что осенью, во время революции 1905 года, Миртов на митинге в Симбирском театре выступил от имени российской социал-демократии. Однако мне не удалось выяснить, был ли он членом партии и какой ориентации придерживался, большевиков или меньшевиков. Впрочем, я тогда об этих различиях не имел никакого понятия. О Ленине мы слышали, что называется, краем уха. Мы знали, что где-то есть такой революционер, но роль и значение его в революции мы не представляли себе тогда. В последнее время Миртов заведовал кафедрой русского языка Горьковского педагогического института. Он имел звание профессора и ученую степень доктора филологических наук. Много его научных работ опубликовано в советских журналах. Теперь Миртов вышел на пенсию. Багрянский также окончил Санкт-Петербургский университет по историко-филологическому факультету. В настоящее время он имеет ученую степень доктора филологических наук и звание профессора и заведует кафедрой русского языкознания в Самарканде в педагогическом институте. Врач Никольский, сын священника церкви Вознесения города Симбирска, окончил Казанский университет по медицинскому факультету. Во время эпидемии сыпного типа в 1919 году он умер. Арнольдов, сын священника, по окончании юридического факультета работал в Симбирском окружном суде. Сын протодиакона Ильин окончил Петербургскую консерваторию и пел в опере в Петербурге и Одессе. Из моих сверстников только один поступил в Духовную академию – Доброхотов. Перед Первой мировой войной он преподавал в Симбирском епархиальном училище. Дальнейшая его судьба мне неизвестна. Автором исторических воспоминаний является Алексей Васильевич Ястребов. Алексей Васильевич родился в 1886 году в городе Ставрополь на Волге Самарской губернии, ныне это город Тольятти Самарской области. Спустя некоторое время после рождения Алексея Васильевича семья Ястребовых перебирается в Симбирск. Алексей Васильевич Ястребов преподавал родной язык и литературу в нескольких школах и училищах Симбирско-Ульяновска. Одновременно с этим, одновременно с преподавательской деятельностью он публиковался в местной прессе и даже сочинял музыку. Выйдя на заслуженный отдых в 1967 году, Алексей Васильевич принимает решение писать воспоминания. Он настолько увлекся этим делом, что буквально через два года он создает живописные зарисовки, иллюстрирующие жизнь дореволюционного Симбирска и советского Ульяновска. Книга содержит не только воспоминания преподавателя, краеведа Ястребова, но и дополнена обширными комментариями составителя Владислава Викторовича Ястребова. В книге представлен глоссарий и множество фотографий, которые превращают книгу в прекрасный путеводитель по городу. А вы читали книгу символа прошлого? Я читаю. Перед вами мой личный экземпляр, о чем свидетельствует подпись автора-составителя. Хочу сказать, что эта книга непременный помощник при подготовке к любой экскурсии. Но, а если вы еще не читали эту книгу, то вы ее можете почитать в краеведческом отделе нашей библиотеки. А если же вы уже познакомились с ней, то оставляйте свои отзывы и впечатления в комментариях под этим видео.